И блаженные отцы, от всей души любившие ближних, не только при жизни своей благодетельствовали им духовными благодеяниями, но продолжают благодетельствовать и по смерти, оставив нам досуспасительную книгу своих богомудрых ответов, как отеческое наследие чадом своим, чтоб прилежно читая оную, почерпали мы из нее великую пользу душевную. Такова книга сия. Причем достойно удивления следующее обстоятельство. Такова книга сия. Она, изобивая дивным рассуждением, разрешает самые неудобо разрешимые вопросы. И есть учительница терпения, искоренительница роптания, меч, отсекающая свою волю, секира, поражающая человеку угодья, руководительница к истинному и совершенному смирению, получающая нас почитать себя за ничто, провозвестница покаяния, родительница плача и ходатайца спасения душ и совершенства во Христе Господе. Святых преподобных отцов в Арсанухе и Иоанна подвижнические наставления выбирается подряд все относящееся к подвигам и борьбе со страстями. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, за все благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах или в утеснениях или в болезнях и трудах телесных. За все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбями надлежит нам войти в царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоей и не расслабивай ни в чем сердцем твоим. Но вспоминай апостольское слово, если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. Если не претерпишь страданий, не можешь зайти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет тихую мирную пристань, не страшится более опасности. Бедствие и прирожение ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь в львне, ожидай скорбей, опасности и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованной тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братьев. И надеюсь, что велика будет награда за труд этот. Как Иосифа Господь поставил прокормить братьев свои во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола. Ты же тяда, возмогай благодатью Духа Святого. 2 Тим. 2.1 Один трудами по Богу достигает в покое его, а другой достигает туда же смирением. Ты же держись в том устроении, чтобы получить он и за то и другое. Когда умрет в тебе гнев, вследствие украшения раздражительности в сердце твоем, и тогда исполнится в тебе слово Писания. 3.1. Виж смирение мое и труд мой, и оставь все грехи мои. 4.1. Господь да сохрани душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. 5.1. Более всего берегись духа уныния, рождающего все зло и различные искушения. 6.1. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? 7.1. Выслушайся вниманием, что скажу тебе. 8.1. Долготерпение есть матерь всех благ. 9.1. Посмотри на Моисея, избравшего себе. 10.1. Более пострадать с людьми Божьими, нежели иметь временное греховное наслаждение. 10.1. Остерегайся, чтобы не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим сердчанием. 11. Он смертоносен. 12. Никто никогда не совершит добра посредством зла, 11.1. Потому что сам побеждается злом. 12.1. Напротив того, добром исправляется злое. 12.1. Ты стоишь на позорище. 13.1. Почему и должен бороться со зверями, подобно апостолу в дефеке, который хвалился, победив зверей? 14.1. Ты вергнут в бурю морскую. 15.1. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуреваний волн? 15.1. Припобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанье всего Христа и Святи Господи нашим. 16.2. Тебя беспокоят помыслы, понуждая смутить других и самому смутить себя от других. 17.2. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. 17.3. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. 18.3. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твое смертоносным ядом, сердчанием, и не прельстили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. 19.4. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой свечок. 20.4. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. 21.5. Признаешься себя грешником и виновником многих зол, никому не противоречив, ни с кем не ссориться, ни на кого не гневается, но почитаешь всех лучшими и разумнейшими себя. 22.5. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? 23.5. Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. 24.5. Смотри, брат, как мы поругами, говорим только устами, а дела показывают иное. 25.5. Почему, когда противоречим помыслам, не получаем силы отвергать их? 26.5. Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наше сило духовное, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. 27.5. Возложи на Господа всякий помысл, говоря, Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. 28.5. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очиститься от желчи, не ощутить сладости, ты вступил в среду братьев и различных случаев. 29.6. Дабы быть разжженным и испытанным, а желтое испытывается не иначе, как огнем. 30.7. Отнюдь ничего не назначай себе в правила, ибо через это ты подвергнешь себя брани и попечениям, но со страхом Божиим испытывай, что прилично времени, и ничего не делай порвение. 31. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. 32. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в приспияние. 33. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, который говорит «В мире будете иметь скорби, намужайтесь, я победил мир». 34. Да постигнешь, достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. 35. Взбивай молоко, и будет масло. Если же стиснешь рукой сосед, выйдет кровь. 30. 30. 33. Если кто хочет согнуть дерево или виноградную лозу наподобие обруча, то сгибаешь постепенно, и они не переламываются. 36. Если же она гнет вдруг и сильно, то дерево тотчас ломается. 37. Это о строгих мерах настоятелей и о чрезмерных подвигах иноков. 37. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? 38. Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? 39. И разве не знаешь, что многими скорбями праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? 39. Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. 40. Если же грешны, то потерпим таковые, как достойные того. 41. Приведем себя на память всех святых от начала мира, и вспомни, сколько они терпели. 41. Благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая, они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей, и по слову Спасителя молились за врагов и творящих им напасти. 42. Разве и ты был продан, как целомудренный Иосиф? 43. Терпел ли ты, подобно Моисею, озлобление с детства до старости? 44. Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? 45. Или, как Иона, был ли ты вержен в море? 45. Зачем же расслабевает помысл твой? 46. Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужество, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. 47. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. 48. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых. 49. Никто, желая достигнуть города, не лежит. 50. Никто, желая работать и, видя восходящее солнце, не предается лености. 51. Никто, желая удобрить милу свою, не родит о ней. 52. Но, хотящий достигнуть города, спешит дойти туда, прежде чем смертнится. 53. Хотящий кончить работу свою и, видя восходящее солнце, 53. С бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо. 54. И, хотящий удобрить поле свое, старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. 54. Имеющий уши слышать да слышит. 55. Желаешь ли избавиться от скорби и не тяготиться ими? 55. Ожидай больших и успокоишься. 56. Вспоминай Иова и прочих ли ты их, какие скорби претерпели они. 56. Приобрети их терпение и утешится дух твой. 57. Мужайся, крепись и молись. 58. Плачь, рыдай, не ищи, чтоб тебя считали за мечта. 59. Ни в чем не равняй тебя с другими. 59. Оставь мир, взойди на крест, свергни с тебя земное, 60. Отряси прах от ног твоих. 60. Не роди о срамоте, не разжигай с халдеями пещи, 60. Чтобы не быть сожженным вместе с ними гневом Божиим. 61. Считай всякого человека превосходнейшим тебя. 61. Восплачь о мертвеце твоем и исхить бревно твое. 62. Восстанови неиспровергнутый дом твой. 63. Воззови, помилуй меня, сын Давида, чтобы мне прозреть. 63. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучать о молчании. 64. Если хочешь быть покойным ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. 64. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. 65. Ты писал, помолись о грехах моих. И я скажу тебе тоже, помолись о грехах моих. 65. Ибо сказано, как хочешь, чтобы с тобой поступали человеки, так и ты поступай с ними. 66. Хотя я и окаянин не меньше всех людей, но доселе делаю это по силе моей, по заповеди. 67. Молитесь друг за друга, да исцелейте. 68. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. 69. Твердый в вере, если будет говорить и состязаться с веретиками или с неверными, 69. Никогда не смутиться, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. 69. И такое после мирного состязания может к любовью привести многих ерепиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. 69. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись с царского пути, то есть веры 318 святых отцов. 70. А нам ныне веры, утвержденной всеми вселенскими соборами, в которую ты крестился, она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. 71. Внимай в себе боли и помышляй о грехах своих и о том, как встретить в тебя Бог. 71. Когда слышишь похвалу о себе, поминай слово Писания. 72. Люди мои, блажащие вас и льстят вам, и все зенок ваших возмущают. 72. Такое увлажнение не допускает нам видеть гнусность дел наших, а оно, думая, совредит и достигшим в меру духовного приспияния, и отлучает от веры в Бога, который говорит, как можете веровать, славу друг от друга принимая. 73. Тот, кто принимает смирение апостола, изберет скорее безумство, чтобы быть мудрым впоследствии. 74. Кто же показывает себя разумным, а не более духовным, тот удивляюсь, если избежит осуждения назначенного за кичливостью. 75. На вопрос о боязни по ночам. 76. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. 76. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, кто не беспокоится более, зная, что начальники пекутся о них. 77. Если же услышат о приближении неприятелей, то имеют защитника уже не боятся. 78. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. 79. Часы и песни – суть церковное предание и хорошо учрежденную для соглашения всех людей в молитвах. 80. Так же и в общежитиях для согласия многих. 80. Титяне же ни часов, ни письмей не читают, но наедине упражняются в рукоделии, чтении и размышлении. Через несколько времени становятся на молитву. 81. Когда стоишь на молитве, ты должен молиться об освобождении себя от ветхого человека или произносить «Отче наш» или то и другое вместе, и потом сесть за рукоделие. 82. А о том, сколько продолжать молитву, когда стоишь на ней, скажу, если ты непрестанно молишься по слову апостола, то не нужна продолжительность. 83. Что касается ночного сна, то молись с вечера два часа, считая их от захождения солнца. 84. Окончив словословие, спи шесть часов, потом встань на бдение и бодрость и остальные четыре часа, и в летнее время также. 85. Но сократи словословие и читай мини-псалмов по мере краткости ночей. 86. Господь научил нас, как стяжевать смиренно-мудрее, говоря, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. 87. Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что потерпел Господь, и ты претерпи и отсекай во всем волю свою. 87. Сам Спаситель сказал, сошел с небес, да не свою волю творить, но волю пославшего Меня Отца. 88. Совершенная же смиренно-мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. 89. Это же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы, именно то, что он не смущается более, хотя бы и весь мир его оскорблял. 89. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от растения помыслов и видит, что ум его, просвещенный в Господе, исполняется весельем. 90. Совершенно молящийся есть тот, кто умиршляет в себя миру и покою его, а когда кто ради Бога исполняет прилежно дело свое, это не есть растеяние, но тщательность Богу угодная. 25. О мере воздержания с птичкой и птичкой говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру, как в вареной птичке, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только птичкой и птичкой, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтобы она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других смели, отделять без малого одну унцию, а в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе и нетрудно тебе пить только один раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать. То есть пищи еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу. Так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу. А надлежащую меру, как определить или как узнать, сколько кому нужно есть и пить. Наблюдая за собой в течение нескольких дней относительно всей пищи, то есть хлеба, других смели и овощей, человек может из опыта узнать, сколько нужно его телу и пить, и питья, чтобы сыты, без обременения. От этой меры и пусть отделяет пищу одну унцию и питья полчаши. А когда брань, еще пусть отделяет по унцию и по полчаши. Что есть воздержание по силе своей? Воздерживаться по силе своей и есть употреблять пищи и питье, как сказано именно, употреблять их несколько дней ненадлежащего, равна и сна. Но если кто по причине труда и утомления прибавит несколько против этого, то это не будет нарушением правила по силе своей. Спросят, какая должна быть мера сна? А сын означает для этого половину ночи. В отношении к пищи переставай принимать ее, когда желаешь съесть пищу немного, и таким образом всегда употребляй ее умеренно. Что значит по прихоти принимать пищу и что по требованию естества? По прихоти значит хотеть принимать пищу не по потребности тела, а для угождения в чреву и гортани. Если однако же видишь, что тело твое охотнее принимает иную пищу, не по сласти, а по легкости, то принимать ее не будет прихоти. Еще одни по естеству своему требуют сладкой пищи, другие соленой, а иные кислой. И это не есть прихоти. Но любить какую-либо пищу особенно и похотливо желать ее, это есть прихоти, служительница чревоугодия. Если желаешь узнать, одержим ли ты страсти чревоугодия? Вот как узнаешь. Если пища обладает помыслом твоим, так что ты не можешь противиться ему, то ты чревоугодник. Если же такого обладания нет, и ты свободно принимаешь всякую пищу, в меру потребности тела, то у тебя нет чревоугодия. Другой еще признак чревоугодия есть. Хотеть есть прежде времени, чего никогда не должно делать, разве будет такая уважительная причина? 30. Если страсть чревоугодия прежде не борет меня, а появляется самое время принятия пищи, то мне тогда делать, оставит ли пищу или нет. Когда с другим принимаешь пищу, то не оставляй, но призвав на помощь имя Божия, отгони похотение и принимай в малости. Приводя себе на память, что пища – это скоро превратится в зловоние. Когда же ты один и голоден, и ешь хлеб и другие, как у и пищи, которые не чувствуешь брани. Должны ли вы просать стартов о всех помыслах, рождающихся сердцем? Не о всех возникающихся сердцем помыслов должно вы просать, а только о тех, которые долго остаются в человеке и борют его. Дело это сходно с тем, когда человек, хотя и многие досаждают ему, пренебрежает неприятностями и не заботится о них. Если же кто восстанет и будет нападать на него, тогда он доносит на него правители. Должно ли предсословить борющим у нас в помощи? Не предсословно, потому что враги этого желают и, видя предсословие, не перестанут нападать. Но помолись на них Господу, повергай перед ним немость свою, и он может не только отогнать, но и совершенно упразднить их. На тне, мечтания, свернини бывают то от превозношения, то от пресущения, то по зависти дьявола. А последним следует сказать, что когда с нашей стороны не содействует врагу возношение и пресущение, то он не может часто повторять этого. Как строить седом, если не найдет потребных материалов, придется напрасно. Подобно этому и дьявол. Хочу удержать срево свое и уменьшить количество пищи, и не могу. Если уменьшу когда-то, спустя немного времени опять возвращаюсь в прежнюю мере, так же и степи, и от чего это? От этого никто не освобождается, кроме пришествия в меру того, что сказал. «Забывал есть хлеб мой, от гласа воздыхания моего принц, ну вот кость плоти моей». Такой скоро достигает уменьшения пищи и питья, ибо слезы служат ему хлебом. И, наконец, заходит он до того, что питается Духом Святым. «Поверь мне, брат, я знаю человека такой меры, что в те недели раз и два и чаще восхищается он в Духовной пище, и от сладости ее забывает честные пищи. Когда же приходит вкусить хлеба, то как бы пресыщенный, не хочет вкусать его, и вкусая, осуждает себя, говоря, отчего я не всегда в таком состоянии?» И желает преуспеть еще более 35. Как достигнуть такого состояния? Когда все помыслы человека составляют одно целое по Богу, тогда и плоть эта последует помыслу по Богу, и является радость Духа в сердце, питая душу и уточняя тело, и укрепляя их обоих. Такой человек уже не ослабевает и не унывает, ибо Иисус от тела бывает ходатаем о нем и поставляет его близ преддверия, там, откуда безосякая болезнь печаль и воздыхание, и исполняется на нем слово Писание, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Приводит же человека в такую меру смирения. Как различить немощь тела по причине воздержания естественно от наводимой демоном и сколько следует скушать пищу? О немощи скажу, если тело, принимая пищу по средневному с обычной мерой воздержания, расслабевает, это от демонов. В противном случае при увеличении меры воздержания это немощь естественная. Обычная же мера воздержания есть вставать из-за трапезы немного нехитым, как определили старцы новоначальным. Когда потом утвердится человек в этом, и больше этого меры воздержания, тогда не может укрыться от него, как уже обученного наводом, сколько следует ему есть. Помолись о мне, очень скорблю. Совершенно умирающие миру терпением и скорбями приходят в меру возраста. О, возлюбленный брат! Господь претерпел крест, и тебе ли не радоваться в скорбях, терпение которых вводит в царствие небесное? Что скорби — добрый знак. Разве не знаешь, что скорби и искусения умножаются, когда кому Господь готовит милость Твою? И вообще не ищи телесного покоя, если не посылает его тебе Господь, ибо мерзок перед Господом покой телесный. И Господь сказал, в мире будете иметь скорби. Какое назначат тебе ежедневные пищи? Если назначат тебе ежедневные пищи, стелии, это ведет тебя в попеченье и брань. И что посылает Бог, тем будь и доволен. Вот, кто ходит просто, ходит на дельфи. Притча 10-9. Когда читаю псалмы, должно ли после каждого псалма произносить «Отче наш»? Один раз прочесть «Отче наш» будет достаточно. 40. Идите по тому пути, по которому ходили и мы, последуя отцам своим. Не помню, чтобы, найдя совершенный покой, мы когда-нибудь воспользовались им. Нас всячески старались принесать отовсюду малую тесноту и скорбь, боясь того, кто сказал «Восприял, если благая твоя, получил добрая твоя в жизни твоей». И памятуя, что многими скорбями подобает нам войти в Царствие Божие. Так поступали мы и тогда, когда многие стяжания приходили в руки наши. И знает Бог, в какой нищете жили мы, ради обнестявшего для нас. Нехорошо давать тебе покой во всем. Кто ищет этого, тот живет для себя, а не для Бога. Ибо такой человек не может отценить волю свою. Господь хочет, чтобы ты почитал всякого человека превосходнее себя. Царству своему оказывай послушание во всем. И исполняй все, что он не говорит тебе. Будет ли то относиться к пище или к питью, или к какой-либо другой вещи. Если оклевесить тебя радуйся, это весьма тебе полезно. Если оскорбят тебя, притерпи, и притерпевший до конца спасется. За все благодари Бога, потому что благодарение ходатайше перед Богом о немости. Во всем и всегда осуждаю себя, как согрешающего и кревчаемого. И Бог не осудит тебя. Смирись во всем и получишь благодать. Во всех случаях будем прибегать к смирению. Ибо смиренный лежит на земле, а лежачий на земле куда может упасть? Находящемуся же на высоте удобно пасть. Если мы обратились и исправились, это не от нас. Божий дар. Ибо Господь возводит незверных и умудряет слепцов. Болезнь есть в разумлении нам, Божие, и служит к приспиянии, если будем благодарить Бога. Не был ли Иов верным другом Божиим? Но чего не притерпел он, благодаря и благословляя Бога? И терпение привело его, наконец, к беспримерной славе. Потерпи и ты немного в болезни, и узри славу Божию. А ты поститься не можешь в болезни, не скорби. Бог ни от кого не требует труду сверх силы. К тому же, что такое пост, как не наказание тела для того, чтобы усмирить тело здоровое и сделать его немощным для страстей, по слову апостола, когда я немощным, тогда силен. А болезнь более этого наказания изменяется вместо поста и ценится даже более его. Кто переносит ее с терпением благодаря Бога, тот через терпение получает плод спасения своего. Вместо того, чтобы ослаблять силы тела постом, оно бывает уже ослаблено болезнью. Благодари за Бога, чтобы ты освободился от труда постичься. Если и десять раз в день будешь есть, не печалься. Ты не будешь осужден за то, так как поступаешь так не в поблажку себе. Демоны от зависти плодам веры наносят нам неверие. И если мы его принимаем, то делаемся их слугами и сообщниками. 45. Ежедневное упражнение Должен ты несколько упражняться в псалмопении, несколько молитвей из устно, молитвы на память. Нужно времени на то, чтобы испытывать и блюсти свои помысли. В псалмопении же и молитвей из устно не связывай себя. Но делай, сколько Господь тебя укрепит. Не оставляй также тщение внутренней молитвы. Несколько того, несколько другого. И так проведешь день, угождая Богу. Совершенные отцы наши не имели определенного правила. Но в тщении целого дня исполняли свое правило. Несколько упражнялись в псалмопении, несколько читали устно молитвы, несколько испытывали помыслы. Мало, но заботились и о пищи. И все это делали со страхом Божиим. Ибо сказано, все, что делаете, делайте во славу Божию. Да не смущает тебя, врат, скорби своей? Разве искушение или скорбь случается с кем-либо без попущения Божия? Нет. Бог попускает это для нашей душевной пользы. А дьявол иначе показывает нам вещи, как некогда, когда изгнал прародителей из рая. Но мы не вникаем в это и забывая, что Бог посылает нам скорбь и очищение нас от всякой скверности. Смущаемся и унываем. Если хочешь спастись, то не верь своему помыслу, ибо бес усеет в тебе злое всеми и представляет одно вместо другого. От них никого и ни с чем не обвиняй, но во всем старайся угодить близнему. И ни о ком не помышляй зла, ибо через это сам делаешься злым, так как злое помышляет злой, а доброе добрый. Когда приходит к тебе мысль, они про меня говорят. Знаешь, что это враг нашептывает тебе, не имея никогда таких подозрений. Терпи же все, радуясь и веселясь, ибо велика награда за терпение. А демонам не верь, ибо нет того в действительности, что они тебе показывают. Им бы только смутить тебя как-нибудь. Субтитры создавал DimaTorzok